Всем добрый день! Меня зовут Лилия Бормусова. Я медицинский психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, преподаватель Института дополнительного образования Казанского федерального университета. Сегодня у нас тема депрессия. Поговорим об этом серьезном состоянии. Депрессия это болезнь. И это болезнь всего организма. Это не слабость, это не отсутствие воли, это не отсутствие самодисциплины. Это самая настоящая болезнь, которая приводит к чувству грусти, безнадежности, неспособности испытывать радостные переживания. Она приводит к снижению энергии. И от обычной грусти или огорчения депрессия отличается тем, что она более интенсивна. При депрессии человек не может получать то самое удовольствие, которое получал когда-либо. Также при депрессии снижается очень сильная энергия. И порой бывает даже очень сложно встать с кровати, сходить в душ, приготовить завтрак. То есть она характеризуется вот таким вот сильным безресурсным состоянием. Основным проявлением депрессивного расстройства является изменение настроения, угнетение, потеря вообще интересов. У депрессии имеются типичные симптомы. Какие? Это длительное отсутствие настроения, это чувство безнадежности, это бессонница, это порой ранние подъемы в районе 3-4 утра и дальше очень сложно бывает заснуть заново. Это постоянная идея самообвинения. Не важно, что произошло, при депрессии человек начинает винить себя. Также при депрессии человек теряет очень сильно аппетит. Еще очень важный момент при депрессии это потеря смысла жизни. Вообще у депрессии есть такая триада. Это негативное отношение к себе, это негативное отношение к этому миру. То есть мир черно-белый или очень серый. И это когда человек не видит будущего. То есть как будто бы его нет. Также при депрессии у человека может меняться поведение в сторону каких-то протестов, сопротивлений. То есть из-за этого у него могут портиться отношения с окружающими людьми. Также может повышаться очень сильно тревожность, могут быть постоянные страхи, опасения по поводу абсолютно всего и особенно по поводу здоровья себя, своего здоровья и здоровья своих самых близких. Также очень таким важным моментом при депрессии является резкое снижение сексуальной активности. Какие же причины депрессии? Конечно же они все хотят знать, но вот прям каких-то таких конкретных причин от чего возникает депрессия пока что ученые не выявили. Есть так скажем такие причины равно предрасполагающие факторы, которые постепенно каким-то образом могут привести к данному состоянию. Итак, это конечно детство, когда там происходят какие-то события для ребенка не очень для него полезные. Также причиной может быть горе от какой-то ситуации или от потери близких людей. Это и разногласия, и проблемы в отношениях. Это отсутствие отношений, это чувство одиночества. То есть также к депрессиям могут приводить различные травматичные события в жизни человека. Итак, как же у нас протекает депрессия? У депрессии в момент, когда она наступает, возникает ряд ошибочного мышления. То есть это по-другому называют их в психологии когнитивными искажениями или, если вот так понятнее объяснить, то меняется мышление в сторону категоричности. Например, одной из таких категоричностей это долженствование по отношению к себе. Ну то есть, как я должна себя вести, как люди должны себя вести. И когда вот этого вот не происходит, как я должна себя вести или как люди должны себя вести. Возникает раздражение, но это раздражение человек в состоянии депрессии переносит на себя. То есть я виноват в том, что пошло все не так, как надо. Также одной из ошибок мышления является произвольное умозаключение. Что это такое? То есть это то, что приводит к образованию специфических выводов о действительности, которые этой действительности вообще не соответствуют, а наоборот, соответствуют обратному. Речь идет о мгновенно сделанных выводах. То есть у меня не получается, у меня ничего не получается или если меня недостаточно похвалили, значит у меня все плохо, значит я все испортила. Или она нахмурилась, значит это со мной что-то не так. Следующая ошибка мышления при депрессии это чтение мыслей. То есть это ощущение, что люди на вас смотрят сверху вниз. Например, вы хорошо вроде бы как прочитали лекцию, но вы посмотрели на первый ряд и вам показалось, что вот люди как-то не так на вас смотрят и вы приняли решение, что вы ужасно прочитали лекцию и люди вас за это осуждают и вы начинаете себя обвинять в том, что им было скучно, то что это вот вы виноваты, что так все плохо. А ведь на самом деле может быть, что они были наоборот слишком внимательны, задумчивы или кто-то из этих людей на первом ряду был просто уставшим. И так как вы ожидаете критику, например, даже когда в компании молчание, это молчание можно объяснить следующим образом. Молчит, потому что я веду себя глупо. Мне просто люди об этом не хотят говорить. Или человек со мной не говорит, потому что ему со мной не интересно общаться. Вот так происходит чтение мыслей. Следующая ошибка мышления, которая может возникать вот в этом состоянии депрессии, это негативное предсказание будущего. То есть, если говорить с точки зрения юмора, то человек имеет хрустальный шар, который пророчествует ему сплошные катастрофы, трудности и тяжелую судьбу. То есть мы можем заранее представить, что произойдет что-то плохое, хотя это предположение может быть нереалистичным. И, к сожалению, вот эти вот пророчества приводят человека в состоянии еще большей печали, грусти, он еще больше начинает верить в то, что предсказывает. А это всего лишь ошибка мышления. И важно понимать, что мы не можем предсказывать будущее ни негативное, ни позитивное. То есть это типичная ошибка мышления. И следующее ошибочное мышление при депрессии, это называется таким термином, как персонализация. То есть представляет то, что я причина неудач. Или, то есть ребенок не сделал домашнее задание. Или ребенок плохо сделал домашнее задание. Или ребенок получил плохую оценку. Все. Я плохая мать. То есть вот такие категоричные убеждения возникают при депрессиях. Также, конечно, при депрессиях меняется и ход мышления. То есть люди часто думают, вот, как я говорила, такими резкими категоричностями. Например, чтобы быть счастливым, я должен быть успешным во всем. Я должен все делать идеально. Я должен все делать правильно. Меня все должны любить. И человек в результате вот этих вот своих правил пытается всего добиваться, тратить свой ресурс, то, конечно же, не всегда это получается. И это еще больше сваливает его на кровать и не дает подняться. Другим типом реакции при депрессии является агрессия. Агрессия как и на себя в первую очередь, так и на окружение. То есть человек, которому тяжело встать с кровати, начинает себя принуждать, заставлять себя взять в руки, но это лишь ухудшает его симптомы, потому что это все делается с агрессивной точкой зрения. И вот тут как раз-таки очень важна помощь близких. То есть одним из распространенных ошибок в плане помощи близким людей, в плане помощи близких для человека, который находится в депрессии, является именно вот это вот. Возьми себя в руки, давай вставай, а депрессии не существует. К сожалению, это еще хуже влияет на течение вот этого негативного состояния. Поэтому здесь очень важно принятие забота и доброта. То есть что я могу сейчас для тебя сделать? Как я могу тебе сейчас помочь? Как избавиться от депрессии? Самое главное, от нее можно избавиться. Конечно же, естественно, депрессия – это диагноз. И если вы у себя заподозрили какие-то симптомы, то в первую очередь моя рекомендация – это обратиться к доктору. К врачу, к психиатру или к врачу-психотерапевту. Врачи проведут необходимое обследование и решат, что вам назначать. То есть могут вам назначить антидепрессанты препараты или еще какие-либо препараты, а также в зависимости от того, какая у вас депрессия или, может быть, у вас что-то напоминает депрессию или какое-то у вас другое состояние, то порой доктора могут порекомендовать психотерапию. В данном случае это когнитивно-поведенческая психотерапия. Она носит доказательный характер. Когнитивно-поведенческая психотерапия – это единственный метод в мире, который доказал свою эффективность множеством научных исследований. Проводили множество исследований для людей, находящихся в депрессии, когда им проводили когнитивно-поведенческую психотерапию. Конечно же, не было стопроцентного эффекта, но эффективность была. И это означает, что когнитивно-поведенческая терапия работает. Итак, есть модель депрессии. Она так и называется – когнитивно-поведенческая модель депрессии. Как это происходит? Вот вы видите на слайде порочный круг. То есть все начинается с какой-то ситуации. Потом человек негативно начинает интерпретировать эту ситуацию с точки зрения нерационального мышления. Эта мысль приводит человека к негативной эмоции. Эмоция приводит человека к каким-то физическим реакциям. Эмоции могут быть негативные в виде обвинения себя, в виде тревожности, в виде также агрессии на себя, страха. Это все приводит к физическим реакциям, к каким-то поведенческим реакциям, например, замыканиям. И это все приводит дальше к последствиям того, что человек фиксирует в себе вот эти состояния. И дальше эти последствия приводят вновь к тому, что заново начинается негативное отношение к каким-то любым ситуациям. Именно наши мысли влияют на наше вот это вот самое эмоциональное и физическое состояние. Соответственно, чтобы нам избавиться от депрессии, нам очень важно работать с нашим мышлением. Но, к сожалению, не все так просто и легко. Ведь чтобы работать с мышлением, нам нужна энергия. А где ее взять, когда у нас ее нет в момент вот этого состояния? Соответственно, в когнитивно-поведенческой терапии для этого уже сформирована определенная схема. Конечно же, необходим индивидуальный план терапии, который мы составляем, индивидуально работая с каждым человеком. Но есть определенная база. Итак, мы начинаем с поведенческой активации. То есть, что это такое? Это минимум действий, которые надо совершать человеку, который находится в состоянии депрессии. Самый минимум. И благодаря этому минимуму потихонечку человек начинает двигаться все больше и больше. То есть, самое главное здесь не заставлять. Самое главное здесь не принуждать. А по минималочкам. И этот минимум обязательно нужно прописать. Сколько раз я делаю вот этих занятий сегодня? Сколько раз я делаю этих занятий завтра? И мы потихонечку наращиваем вот эти вот упражнения. Что же входит в поведенческую активацию? А на самом деле все просто. Это встать с кровати. Это заправить постель. Это сходить умыться. Приготовить завтрак. Это два раза присесть. Это три раза прыгнуть в скакалку. Или что-то такое подобное. То есть, я сейчас говорю абсолютно в примерах. Все делается индивидуально. И благодаря поведенческой активации действительно случается какое-то чудо. Человек действительно начинает себя потихонечку лучше чувствовать. И это тот самый момент, когда пора работать с нашими мыслями. И мы работаем с нашими мыслями с помощью техник когнитивно-поведенческой психотерапии. И дальше обязательно мы подключаем техники осознанности. В эти техники осознанности входят техники наблюдения за вниманием. техники замедления, техники созерцания. То есть, их на самом деле очень много. И это все выводит человека из этого состояния. То есть, еще раз хочу сказать, что все это реально. Из депрессии можно выйти. И можно сделать так, что туда больше никогда человек не зайдет. Как же можно поработать с нашими негативными мыслями, если вдруг вы сейчас с этим столкнулись? Первое. Нужно вначале эту негативную мысль выловить. То есть, когда вы себя как-то плохо почувствовали, надо просто спросить себя, а о чем я только что подумал? Или о чем же я только что подумала? И у вас будет какая-то мысль. Она придет. Это называется автоматическая негативная мысль. Как я говорила, что именно автоматические негативные мысли приводят человек к негативным эмоциям, а те, в свою очередь, к определенным физическим и поведенческим последствиям. Соответственно, нам важно тренировать рациональное мышление. Нам важно спорить с нашими негативными мыслями, чтобы прийти к рациональному ответу. И как же можно поспорить с нашими мыслями? А с помощью вот этих вопросов, которые вы видите на слайде. Их на самом деле очень много. И не всегда нужно использовать прям все. Иногда хватает всего лишь первых два, для того, чтобы уже понять, что та мысль, которая пришла к вам первая, она не верна. Каковы доказательства того, что эта мысль верна? Каковы именно мысль? Можно уже на этом вопросе сказать, да нет никаких доказательств, что она верна. А есть ли доказательства того, что мысль не верна? Да, скорее всего, есть такие доказательства, что мысль не верна. Тогда что будет продолжаться, что со мной будет, если я буду продолжать верить в эту негативную мысль? Во что мне это обойдется? И тут приходит действительно осознание, что если я буду продолжать верить в эту автоматическую негативную мысль, я буду себя чувствовать хуже и хуже. А зачем мне в нее верить, если в ней нет смысла? Если она не верна? Если она никак мне не помогает, не приводит меня к цели? Вот именно примерно по такой технологии можно работать с нашими негативными мыслями. На сегодня наше занятие по депрессии завершается, но еще раз хочу сказать, что самое главное, если вдруг вы что-то в себе почувствовали, я всегда рекомендую обратиться к доктору, провериться, проверить все анализы, и только тогда уже обращаться дальше к специалистам. Не рекомендую ставить себе диагнозы самостоятельно. Всегда только через доктора. И очень важно не обесценивать свои состояния. То есть если что-то такое с вами происходит, лучше сразу же позаботиться о себе и помочь себе, и верить в то, что вы справитесь. И еще главный момент, еще раз хочу сказать, от депрессии избавиться можно. Это реально. Я просто понимаю, что когда ты попадаешь в это состояние, возникает ощущение, что все безнадежно, и уже ничего хорошего не будет. Я вам говорю, будет. Будет, и я это вижу, я это вижу каждый день в своей работе. Это все реалистично, поэтому самое главное – боевой настрой. Даже если сейчас вы находитесь в этом состоянии и не до боевого настроя, просто попробуйте поверить мне и попробуйте сделать хотя бы небольшой минимум, который вы можете себе позволить. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»